Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Ну, во-первых, наверное, то, что вы описываете, в принципе, не кажется мне чем-то таким уж совсем уникальным и ненормальным. Мне наоборот кажется, что порой это происходит всем женщинам, наверное. Наверное всем, потому что все так или иначе переживают определенный кризис. Другой вопрос, что вы, вероятно, по всей видимости, вы в этом кризисе застрадали. То есть вы застрываетесь в кризисе, вы из него не выходите, у вас недовольство накапливается, оно не проживается, оно не сходит на нету в обществе. И вот у этого уже есть, я думаю, реальная причина. Собственно, то, что вы описываете является симптомом, но не проблемой самой, не противоречия. Сама проблема, скорее всего, лежит где-то в той же плоскости, вот. Но только та вот плоскость мы, я бы сказал так, мы пока что эту плоскость не видим, вот. Ну, не потому что вы нам не даете, например, а потому что у нас мало информации, как мне кажется, вот. И, соответственно, то, что нужно сделать, как мне, опять же, видится, как мне, опять же, кажется, что нужно сделать, это посмотреть на то, что еще. А если у вас в этом состоянии, то еще вам чувствуется, видится, ощущается там, вот. Помимо того, что вы описываете, то есть надоело, да, надоело, понятно. А что еще есть? Какие еще реакции есть? Может быть, есть раздражение, может быть, есть, ну, что-то еще. То есть вот это что-то еще нужно найти, потому что оно, это что-то еще и определяет ваше состояние. Вот. Только вы его не оснаете, скорее всего. Вот. Я бы, вот, я бы связал бы, что, что вы описываете, я бы связал с отрицанием. Своей женственностью. Вот. Я бы, я бы с этим связал, честно говоря. Ну, мне так вот кажется, что в этом может быть дело и проблема, мне так кажется, что в этом может быть трудность ваша. Вот. Ну, нужно осмотреть, нужно корректировать, вот, нужно исследовать то, как это у вас все происходило. Вот. Ну, может быть, конечно, и такая ситуация, что, например, вы стали просто вот более чувствительны. Вот. Ну, может быть, вы стали просто более, ну, более чувствительны к вот тем реакциям, которые вы описываете. Вот. Это тоже может быть, как, ну, как, ну, как мне кажется. Вот. Так что, ну, я бы это тоже не сбрасывал бы со счетов. Вот. Ну, такую вероятность, вероятность того, что у вас там повысилась, например, чувствительность, допустим. Вот. А, соответственно, если это, если это так, то нужно провериться, нужно убедиться в том, что это действительно так. Так. Вот. Возможно, это только возможно, что одна из проблем наших. Заключается в том, что вы, ну, например, чувствуете себя слабо. Вот. Ну, просто вот, вот, просто ощущаете себя слабо, например. И все. Вот. И важно этот момент понимать, что если вы дурно относитесь к собственной слабости или, там, к слабости вообще. Вот. Отрицаете ее себе, не позволяете ей, там, образно говоря, ну, быть, да, не позволяете ей проявляться. Хотя она есть, она существует, она имеет место быть. Вот. Ну, вы все равно, все равно ей запрещаете, как бы вот, ну, запрещаете ей себя проявлять. А, вот. А, значит, то вот может с этим еще быть связано то, что вы описываете. Ну, это, повторюсь, вот, что важно, это только предположение. Потому что более точно можно будет сказать только после более подробного, более полного исследования вашей ситуации. Мне кажется, что, ну, первым делом нужно обратиться вам в клинику, врачу. Вот. И убедиться в том, что нет никаких геологических моментов. Потому что, может быть, более плана усиливается. Может быть, этого, ну, вы не знаете. И никто не знает. И мы не знаем. Особенно мы. Потому что, ну, это ваш организм и ваш как бы тело. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, самое важное, быть, ну, как вам сказать, честным. Быть честным с собой. Вот. А если быть честным с собой. Вот. То проблем не возникнет. Проблем не будет. Не будет. Честным с собой. А если вы, вот, особенности своего организма воспринимаете как, ну, как что-то ужасное, как что-то негативное, как что-то... Кошмарное. Вот. Что-то. Это, ну, что-то значит. Вероятно. Вопрос только о том, что именно, что именно это значит. А, может быть, это какая-то ситуационная история, которая связана вот с, ну, грубо говоря, там, с недавним опытом, например, ваших. А, может быть, это история, которая тянется с вами на протяжении, там, долгого времени. И мы этого не узнаем. Пока не обработан. Главное. К сожалению, или к честу, это уже, ну, не имеет особого отношения. Вот. Вот. Примерно. Примерно. Такой ответ я могу вам дать. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вы сделаете для себя определенные выводы. Я надеюсь, что... Мой ответ поможет сформулировать вам обратную... Ну, обратную услугу, вот. Которая, в свою очередь, может подлужить... для птихотерапии, но я имею в виду, что это было птихотерапия, которая и решит вас проблемой, поэтому, поэтому. Вот, ээээ, все, на этом, дальше, я желаю вам всего самого доброго, и будем на связи.